В общем, сейчас происходит первый день, как от нас уехали друзья с рождественских каникул, точнее с новогодних. Мы особо не снимали, потому что, в принципе, все вы это уже видели, ну и нам было достаточно весело, и как-то камера не ложилась в руку. И сразу после того, как они уехали, первое, что выяснилось, что у одной группы товарищей задержали опять рейс, отложили на неопределенный срок. Вот сейчас мы ждем от них смс-ку, все ли в порядке, удалось ли им улететь. Мы тем временем готовимся к штормовым условиям, потому что прогноз обещает быть веселым. Как видите, у нас заведено 10 шпрингов, точнее 8 шпрингов и швартовые. Растянули лодку, как могли. Будем надеяться, что мы все это дело выдержим, потому что пока что на сегодняшний день это будет самый суровый, если верить прогнозу. Сейчас идет первый день предштормовой погоды. Не знаю, видно или нет, но в горах появился первый снег, и сейчас заливает дождь. Мы будем стараться снимать все это дело для того, чтобы вам показать, что такое зимний яхтинг в Черногории, и как важно проверять прогноз заранее и предпринимать меры. Также мы будем следить за нашими соседями, это лодка-фаворит, московская команда гонщиков. Мы с ними пытаемся связаться, у них немножко подразорвался чехол грота, но если будет совсем плохо, придется мне без спроса залезать прямо к ним на борт и обтягивать какой-нибудь веревкой, чтобы его не сорвало. И, наверное, поможем, распределим кранцы более равномерно, потому что непонятно, что будет. Также у нас есть сосед на Катамара Нигелия по имени Орляк, Сергей, мы с ним вступили в дружеские и хорошие отношения, тоже будем присматривать за ним. Тоже будем за ним присматривать, тем более он любезно согласился принять на хранение наши велосипеды на период времени, когда будут у нас друзья. Но у него на данный момент заведены шпринги швартовые, то есть в целом ничто не предвещает беды, но будем не лениться, будем выглядывать. И, соответственно, нашим соседям содействовать по мере сил, чтобы у них все было хорошо. Также хотелось бы отметить, что мы закупились продуктами из расчета 7 дней, для того, чтобы в случае плохой погоды, соответственно, не вылезать из лодки. Поэтому будем вести репортажи из кокпита и из пирса. Вот примерно такая обстановочка у нас сейчас творится. Ветер на самом деле слабоват, но вот дождик заливает конкретный. Вот примерно так это выглядит. Несколько часов спустя уже практически скоро будет у нас закатная часть отрабатываться, поэтому, снимая то, что видно на сегодняшнюю минуту, то вот все горы, правда их уже почему-то не видно, все вершинки уже все белее и белее. Ну вот не знаю, как это получится увидеть, но все горы, все горы в снегу. Сейчас туман немножечко рассеивается. Все горы в снегу. Вот так вот. Хорошая черногорская зима настоят. Ну ничего, через пару-тролих часов, говаривают, будет снежная буря, правда не знаю, удастся ее снять или нет, будет что-то видно или нет, но, надеюсь, получится. Вот смотрите, какие волночки. Надо, правда, так. В такую погоду мы выходили в прошлый раз с ребятами, поэтому, в принципе, пока ничего страшного. Но мы ждем, ждем, ждем. В общем, уже смеркалось, как вы видите. Немножко стих ветер, при этом закончился дождь. Вот нам интересно. Это, наверное, называется затишье перед бурей. Будем вести наблюдение, что будет происходить дальше. Волна стала более длинная, пологая, поэтому раскачивается сиднее фикера и яхта. Но с виду все очень спокойно. В общем, сейчас уже 5 утра. Ветер начал резко подниматься. И сейчас будет пиковая часть шторма. Часа через 3-4 будет светлее. Стараюсь снять. Сейчас, наверное, не очень понятно, что происходит в Марине. Это вот как раз катер пайлота. Наверное, не сюда его поставили, чтобы дежурить здесь. Непонятно. Не успел я выключить камеру. Как во всем городе, и вообще, наверное, во всем регионе пробилось электричество. Хорошо, что некоторые пикерки светятся. Я сейчас тоже включу якорный огонь, потому что вообще никак не подсвечивается пирс. Работает только маяк и работает, видимо, под генератором таможенный терминал. Ну что же, продолжаем наблюдение. Сразу извиняюсь еще раз за звук, потому что ветрано. Достало утро. В 8 утра мы видим вот такую картину. Еще вчера буквально солнечная Черногория уже стала достаточно снежной. Витр немножко поугас. Сейчас хотя бы видно вообще картину, что происходит. Смотрите, наши соседи вроде стоят. Все в порядке. Все на месте. Вот так вот воду прям срывает, смотрите. Интересно, что была ночь. Уже не видно было на камеру. Потому что ночью было прям вообще все море белое. Ну вот, к полудню выглянуло солнышко. А море все не успокаивается. Вот такая вот красота здесь. Уже немножко вечереет. я вообще радуюсь, что большой праздник пожаловки есть. сейчас я вот сейчас я вот два-три слоя сейчас я смотрю. Катопский замок среди заснеженных вершин. Ну что же, настало следующее утро. Результатом операции спасения фаворита оказалась вот примерно такая схема. в общем, нашли все концы, какие нашли, все завели. То есть, сейчас вроде стоит. Единственное, конечно, вот неприятная ситуация, то, что он немножко наваливается на соседнюю лодочку. В принципе, терпимо, кранцы держат, замерзшие все. Ну вот, что я могу сказать? Уехали мы из Питера только, чтобы не чистить машину зимой в утро. Ну, а теперь мы чистим яхту по утрам от снега, чтобы на ней тронуться. Видите, что творится, да, тут? Ну, это, правда, с внешней стороны пирса, с внутренней стороны пирса все гораздо приятнее. Установка в рейне меня качает просто, в рейне примерно такая. Сейчас двигатель мы прогреем на всякий случай, пусть будет тепленький. Вот так вот выглядит наша сходня. Замерзла у нас водичка. Сейчас часик отбас солнышко посветит, потом подключим обогреватель дополнительно. Может быть, оттает, удастся заправить, тогда будет поспокойнее. подопечный орляк тоже немножко сосудками подобрастает, но в целом держится хорошо. В целом держится хорошо. Вот такая вот обстановка, ребятушки. Пишите, что об этом думаете. Может быть, кто-то уже сталкивался с такими, какие-то советы может присоветовать, что-то рассказать. Ну и, конечно, не забывайте подписываться для того, чтобы следить за новостями, потому что шторм прошел, но впереди нас ждут именно морозы. Почему морозы серьезные? До встречи, до следующих видео.